В эфире рубрика «Дело техники» и сегодня в моем обзоре мы будем рассматривать мини-флип-камеры, предназначенные для съемок как фото, так и видео. Но начнем с самой простой модели от компании Cisco, где есть одна главная кнопка «Снять хорошо». Это самая простая, компактная и портативная камера. Главный принцип – снял, выложил в сеть. Она позволяет снимать видео с разрешением 1280 на 720 пикселей. Объем памяти 8 гигабайт. Это значит, что вы можете вести запись примерно 2 часа, но с перерывами. Батарейки хватает всего на полтора часа беспрерывной работы. Задняя панель радует. На тонком эластичном материале, он, кстати, содействует хорошему захвату, не остается отпечатков пальцев. Отснятое видео можно просмотреть на небольшом 2-дюймовом ЖК-дисплее. На боковой части камеры удобно расположился USB-порт. Купить этот гаджет можно за 80 долларов. Гораздо дешевле, чем другие камеры. Дело в том, что компания Cisco прекратила поддержку и выпуск новых устройств. На втором месте по качеству производительности и по функциональности находится камера от компании Toshiba под названием Camelio BW-10. Эта малютка отлично подходит людям, ведущим активный отдых. Компактный корпус, очень прочный, защищающий от воздействия внешней среды. Камера записывает видео стандарта 1080 пикселей формата MPEG-4. А еще есть возможность сфотографировать с разрешением 5 Мп. Размер камеры 107 на 55 и 22 мм. Вес не более 114 грамм. Легко помещается в небольшой карман. Но главная особенность устройства – 10-кратное увеличение при фото и видеосъемке. Посмотрите, какое качество. Это мы снимали в парке днем, всего лишь поставив режим макросъемки. Первое место в нашем обзоре занимает камера Kodak ZI-8. Уникальность этой камеры в том, что к ней можно присоединять микрофон. На сегодняшний день Kodak ZI-8 – самое оптимальное решение для съемок видео и фото. Камера подходит для более продвинутых пользователей, которым важна не только компактность устройства, но и качество звука. Первое, что привлекло меня в этой камере – это блестящая глянцевая задняя крышка. Один минус – гладкая поверхность собирает отпечатки, но зато красиво и стильно выглядит. Другая особенность камеры перед остальными – богатый набор настройок и опций. Меню вызывается крайне левой кнопкой. Другое управление осуществляется небольшим центральным красным джойстиком. Нажал на кнопку – запись пошла. Вверх-вниз, зуммирование, левый и правый ходы отвечают за выбор режима записи. Мое личное мнение – Kodak ZI-8 – один из лучших представителей в семействе недорогих комкордеров. Он снимает качественное видео, записывает неплохой звук, умещается в кармане и просто в управлении. Рассмотренные сегодня флип-камеры можно найти в любом онлайн-магазине. Если у вас возникнут какие-то вопросы по их приобретению, задавайте их в комментариях на нашем сайте. Это была рубрика «Дело техники». Меня зовут Андрей. До встречи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!